Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Карина Гуревич. Смотрите сейчас. Не просто фото на доске почета. Трой бобручан удостоены звания почетный гражданин. Нас так учили. Прежде всего, я, а потом все остальное. Кем гордится город? Не детская проблема, а в Бобруйске задержан педофил. Мужчина подошел к девочке на улице, когда она одна около 8 часов вечера шла к своей бабушке. Болезнь или порог? Ценная добыча. В Беларуси открыт сезон охоты на бобра и выдру. С подхода, с подъезда, с маломерных судов, а также с засады на норах. Во сколько обойдется незаконный трофей? А также белорусское гражданство, популярный продукт и перспективный ресурс. В стране добыли более 2 миллионов тонн торфа. Кто в карте поставок? Совершенствование законодательства о гражданстве и возможная амнистия в преддверии Дня народного единства. Президент провел совещание во Дворце независимости. За последние 5 лет белорусский паспорт получили почти 14 тысяч человек. Каждый случай рассматривается отдельно. По этому вопросу чаще всего обращаются выходцы из постсоветского пространства. Есть и уроженцы стран Азии, Европы и Америки. Еще в августе Александр Лукашенко поручил ускорить предоставление нашего гражданства украинцам. За год новый статус получили около 5 тысяч человек. Беларусь открыта для добропорядочных и трудолюбивых тех, кто готов вносить вклад в ее развитие. В рамках подготовленного законопроекта нужно еще раз посмотреть на тех, кто, выехав за границу, выехав, действует во вред государству и народу, совершая преступления. Такие известны. Все до единого, мы их знаем. Достойны ли эти люди оставаться гражданами Беларуси, если они сбежали из родной страны и фактически разорвали с ней связь. Но вопрос касается того, что многие депутаты поднимали вопрос, да и граждане сбежали, вредят. Преступники фактически продолжают преступную деятельность. Предложено было лишать их гражданства. Об этом идет речь. Поэтому сегодня рассмотрим этот вариант законопроекта. Необходимо также обсудить требования к нашим соотечественникам, получившим карту поляка и иные подобные документы. Нам надо разобраться. Или они граждане Беларуси, или они заблудшие просто взяли эту карту, якобы случайно, может быть случайно. Или у них иная ориентация. Дума у органов внутренних дел и дипломатической службы есть и другие вопросы в сфере гражданства, которые вызывают обеспокоенность. Еще один вопрос – совещание «Амнистия». Глава государства подчеркнул, она допустима только в отношении тех, кто реально этого заслуживает. Бандиты и экстремисты не из этой серии. Среди осужденных есть, по словам президента, случайно оступившиеся, которые совершили преступления по неосторожности, а также незначительные, включая деяния протестной направленности. Вместе с тем, акцентировал Александр Лукашенко, МВД будет нести персональную ответственность за тех, кого амнистируют. Родителям на заметку – в Бобруйске задержан педофил. В милицию обратились родители 11-летней девочки и сообщили – их дочь пострадала от действий из сексуального характера. Оперативники установили – ребенка домогался 30-летний житель Витебской области, который приехал в Бобруйск к знакомым. Мужчина подошел к девочке на улице, когда она одна около 8 часов вечера шла к своей бабушке. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил познакомиться с ребенком, а затем совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Фигурант задержан. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сокращенный маршрут, легкие планеты и платежная система. Белорусские банки перейдут на китайский аналог SFIFT. Кого подключат первым? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси за сезон добыли более 2 миллионов тонн торфа. Это позволяет в полной мере обеспечить потребности внутреннего рынка, а также расширить карту поставок. В этом году уже экспортировали более 80 тысяч тонн продукции. Пробную партию отправили в Израиль. Освоен и выпуск широкого спектра техники для транспортировки и переработки. Белорусские банки перейдут на китайский аналог SFIFT – систему переводов ЧИПС. Первым к ней подключится Беларусьбанк, а после и другие финансовые учреждения. Также внедрят международный платежный сервис UnionPay. Планируется, что уже в декабре начнется выпуск карт. Белорусская молочка со сроком годности от 6 месяцев набирает популярность в Турции. В перспективе наладить отгрузки и мясо халяль. В целом же экспорт в стране растет уже 4 месяца подряд. Основным рынком сбыта остается Россия. Поставки достигли исторического максимума. Только в июне продали товаров на 2 миллиарда долларов. Белавиа существенно сократила время в пути в Сочи, Стамбул и Ереван. Возможным это стало благодаря разрешению на полеты в южном направлении через Астрахань и Волгоград, которые авиакомпания получила от Росавиации. Раньше маршрут пролегал через Казахстан. В стране стартует масштабная акция по благоустройству леса. Компания охватит все регионы, чтобы одновременно навести порядок вдоль автомобильных трасс и железных дорог, вблизи населенных пунктов и памятных мест. Работы будут вестись на протяжении нескольких недель. Поддержать идею может каждый. Поколение «Некст» – самая массовая молодежная организация страны, отмечает 20-летие. У истоков рождения БРСМ стоял президент. В рядах сейчас состоит каждый третий молодой беларус. Активные, талантливые и небезразличные к судьбе родины представители нового поколения. В Бобруйске это почти 6,5 тысяч юношей и девушек. Одно из главных направлений – студотряды. Традиция сохранилась со времен комсомола. В этом году ребята трудились в медучреждениях, лагерях, школах и на предприятиях. Некоторые отправились на АЭС в Островец. Всебелорусской стройкой этого года глава государства объявил хатынь. Также волонтеры помогают пенсионерам и ветеранам, готовы убирать снег и мусор с территории. И, конечно, ни один патриотический праздник не обходится без активистов. Авто и велопробеги, тематические площадки, концептуальные проекты. Но основная цель БРСМ остается неизменна. Создание условий для всестороннего развития и раскрытия творческого потенциала. Навсегда в хронике города. Трой бобручан удостойны звания почетного гражданина. Владимир Кисель – директор ТДА. Ванесса Каладинская – двукратная чемпионка мира по вольной борьбе. Александр Парфинович – заслуженный артист Беларуси. Всего же в списке свыше 30 человек. Об историях жизни Ольга Васенда. Александр Парфинович почти полвека служит Бобруйскому театру. Хотя приглашали и в Большой, и в Купаловский. Но, как признается заслуженный артист Беларуси, там душа не на месте. А здесь – любимая гримерка, коллектив, сотни сыгранных ролей. И уже такой родной сердцу зритель. После того, когда мы пришли в театр, мы были, ну, как бы, в такой эйфории. Мы работали, нам не нужно было ничего, вы знаете. Мы только отдавали, но нас так учили. Прежде всего театр, потом все остальное. И в этом есть суть. Если ты полностью не отдаешься этой профессии, лучше не иди в нее. Этим летом мэтру сцены присвоили звание «Почетный гражданин». Культовый актер играл разные судьбы. Живался в роль настоятеля церкви, генерала, фельдмаршала, Дон Кихота и преданного отца. Ему удается с невероятной точностью передавать характер своих героев. Без ретуши, купюр и фильтров. Он человек очень порядочный, человек, который, по сути своей, очень миролюбивый. Он никогда не был замечен ни в каких конфликтах, ни в каких склоках, понимаете. Он всегда пытается, как бы, найти какой-то компромисс, даже в каких-то конфликтных ситуациях. Звание «Почетный гражданин» удостоена Иванесса Каладинская. Благодаря ее заслугам наш город знают далеко за пределами Синекой. Бобрученко – двукратная чемпионка Европы и мира по вольной борьбе. Заслуженный мастер спорта Беларуси. В 2021-м стала бронзовым призером Олимпийских игр в Токио. Я – Ванесса Каладинская. Сестры Каладинские выросли в семье тренеров по спортивной гимнастике. Занимались вместе с раннего детства. После Рината пошла по стопам родителей. Ванесса же выбрала вольную борьбу. За это время успела стать не только чемпионкой, но и дважды мамой. Сейчас инструктор спортивной команды внутренних войск МВД в декретном отпуске. Она сама по себе уже изначально, мне кажется, родившись, была с таким сильным спортивным характером. В принципе, то, о чем мама и мечтала. Чтобы она в любом, наверное, виде спорта смогла достигнуть Олимпийского педестала. Потому что мы все прекрасно помним, как в детстве она говорила, что ты обязательно должна на нем стоять. В 2022-м почетный гражданин и директор ТДИА Владимир Кисель. Всего же такого звания в Бобруйске удостоены свыше 30 человек. Артисты, поэты, военные, преподаватели, медики. Те, кто предан не только своему делу, но и малой родине. Люди, которые стали частью истории. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Ценный мех и не только в Беларуси открыт сезон охоты на бобра и выдру. Добыча этих зверьков разрешена до конца марта и только при наличии разрешения и путевки к нему. При этом пользователями угодий реализуются как разовые допуски, так и на весь сезон. В светлое время суток можно охотиться с подхода, с подъезда, с маломерных судов, а также с засады на норах. Для данного вида охоты разрешено использовать нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1500 жовлей. Латкоствольно-охотничье оружие с патронами, снаряженные пулей, кортежью, охотничьи луки и арбалеты. Допускается использование охотничьих собак, кроме гонщих и борзых. Разрешено вскрывать норы и плотины. Браконьеров ждет административная или уголовная ответственность. Плюс придется возместить вред, причиненный окружающей среде. Штрафы предусмотрены солидные. Незаконно добытый бобр обойдется в 2240 рублей. Выдра будет стоить 6400. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин